Вязание пера жар птицы. Провязываем скользящую петлю и внутрь скользящей петли вяжем 12 столбиков без накида. Затягиваем скользящую петлю, но плотно затягивать не нужно, так чтобы в центре осталась дырочка. И соединяем первую и последнюю петлю с помощью соединительной петли. Далее крючок надеваем в центр и вяжем 16 столбиков без накида. Ниткой другого цвета обвязываем по контуру наш кружочек столбиками без накида. Вяжем по одной петле за заднюю половинку петли по одному столбику без накида. Первую и последнюю петли соединяем с помощью соединительной петли. Затем ниткой основного цвета вяжем накладные петли за заднюю полупетлю петель основания. Завершаем вязание ряда соединительной петлей. И затем вяжем 4 воздушные петли. Пропустив одну петлю воздушной цепочки, в следующую провязываем соединительную петлю. И далее вяжем за заднюю половинку петли столбики без накида. Провязываем 2 столбика в воздушную цепочку. И затем 6 столбиков без накида вяжем в основание нашего кружочка. Провязав 6 петель, в следующую петлю вяжем 3 столбика без накида в одну точку. И это будет центр нашего пера. Далее снова вяжем 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И далее вязание будет повторяться. Пропустив одну петлю вяжем соединительную петлю. И далее 2 столбика без накида. И потом будем вязать в обратную сторону за заднюю полупетлю. Вяжем столбики без накида до середины пера. Там, где мы вязали 3 столбика в одну петлю. Вот это место. И в центр, в середину пера вяжем опять 3 столбика в одну и ту же точку. И далее вязание будет повторяться точно так же, как я уже показала. Вяжем все ряды одинаково. Вот я уже провязала половину пера. И теперь необходимо оформить изгиб. Для этого будем провязывать 3 петли не там, где обычно, по середине. Вот тут мы провязывали 3 петли. И в среднюю петлю вязали 3 петли. А теперь будем провязывать 3 петли в самую первую петлю. Вот я провязываю 1, 2 и 3. И в этом месте уже оформился изгиб. Далее вяжем уже не 6, а 5 столбиков без накида. Для того, чтобы перо уже сузилось. И так продолжаем вязать до конца. Перо можно сужать и вязать его любой формы. И вот такое у меня получилось перо. Люди добрые, ставьте лайки. А то как мы узнаем, что работали не напрасно. И на новые уроки подписывайтесь. А то пропустите самое интересное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!